Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вас сегодня познакомить с такими вот достаточно необычными ножами. Но они встречаться-встречаются, раньше продавались, конечно же, в советские времена, но были, скажу вам так, недешевы, и поэтому встречаются не так часто, как этого хотелось бы. Это ножи, сувенирные ножи, производство Павловского завода складных ножей, ну и в те времена назывался Павловский завод, сувениров или сувенир, кому как удобно. И ножи эти с костяными накладками, друзья. Что у нас за костяные накладки такие? Ну давайте с большого ножа. Ну как мы видим, трехпредметный, трехрядный. Идут предметы никелированные, из углеродистой стали и накладки из кости. Здесь мы можем наблюдать Олежка, да, видите, олень такой бегущий, скачущий на всех парах. И с обратной стороны тоже олень, но он немножко такой уже подзатертый. Ну как мы понимаем, все вот это вот хранилось у кого-то глубоко в карманах и, естественно, затерлось. Так, здесь мы видим клеймо СП, да, что подтверждает, собственно, производство в Павловском заводе. А здесь мы можем наблюдать цену 4 рубля 80 копеек. Ну так, недешево, давайте так скажем. Ну еще раз говорю, ножи подарочные, сувенирные, да, то есть их, конечно же, не планировалось использовать в качестве карманных ножей. Да, то есть они должны быть подарены. Здесь мы видим уточку такую, цена 3,50. С обратной стороны также СП и та же самая уточка. Ну а здесь вообще все затерто. Ну я просто знаю, что этот нож производства тоже Павловского завода складных ножей. Ну, ни цены, ни клейма, к сожалению, нет. Ну, тоже костяные накладки. Так, что у нас такое за... откуда у нас взялись эти костяные накладки? Как мы понимаем, на Павловском заводе, конечно же, этих плашек не делали. Поскольку не было таких мастеров. Существует в Павловском районе такая фабрика, посередине, кстати, существует художественная фабрика, не, фабрика художественной резьбы по кости. Ну и вот, собственно, она и изготавливала. Варнавская, так, Варнавская, да, Варнавинская, о, извиняюсь, Варнавина. Село такой, поселок Варнавина, Павловского района, тоже Нижегородская область. И вот там, собственно, вот это вот все добро изготавливалось. Есть мнение, что были, ну, грубо говоря, две партии. Первые партии были на клепочках, вот как мы видим, да, вот. А последующие партии были без клепочек, вот, вот это вот, например, да. Ну, это такое, как бы, неподтвержденное мнение. Ну, пускай будет так. Естественно, вот здесь вот были цепочки такие и колечки для ключей, скажем так. Так, фабрика эта, Варнавинская, образовалась в 1973 году, но не как отдельная фабрика, а как участок ювелирной фабрики. Тоже там в Павловском районе, по-моему, я не помню, то ли Казанская, то ли, ну, в общем, какая-то такая. И только в 1989 году она образовалась как отдельная фабрика. Еще раз говорю, существует по сей день. Откуда пошли, вот, собственно, вот эти вот все ремесла? Они пошли из села Холмогор Архангельской области. И, собственно, все мастера, которые изначально трудились на этой фабрике, ну, то есть, в 1973 году, они были учениками и работниками Холмогорской фабрики Архангельской области. Так что все, друзья, пошло именно с русского севера, с села Холмогоры. Оттуда. В общем, там тоже существует до сих пор эта фабрика в Холмогорской, и училище там резчиков по кости. В общем, все, друзья, оттуда. Таких ножей достаточно много, там, по-моему, десяток разных, ну, вот у меня три. Есть и охотничьи ножи с экстракторами, и различные тоже брелочки, то есть, ну, разные. Вот так, друзья, такие вот ножи с костяными накладками, ножи завода Павловский сувенир, а накладки Варнавинской фабрики резьбы по кости. Ну вот, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, всего доброго.